Французская революция, которая началась со взятия Бастилии, рядом 1789 года, стала самым пахальным политическим событием 18-го столетия. События развивались стремительно, отменялись классовые привилегии, вводилась знаменитая Декларация прав человека и гражданина, созывалось учредительное собрание, был арестован и казнен король Людовик XVI. В 1792 году был избран законодательный орган, Национальный конвент, который обладал неограниченными полномочиями. В революционной буре огромную роль стали играть политические клубы, которые влияли на принятие законов. А самым влиятельным клубом стал так называемый Якобинский клуб, называвшийся по месту своих заседаний, которые проходили в бывшем монастыре Святого Якова. Якобинский клуб был клубом интеллектуальной элиты, его члены гордили своим образованием и положением в обществе. При этом это были, что называется, горячие головы. Лидеры якобинцев Марат Робеспир и Дантон выступали с обличениями не только старых порядков, но и всех, кто не готов был проявить должные революционной решимости, например, жирандистов, членов еще одного политического клуба. «Я не трибун, не защитник народа, я сам народ», – кричал Робеспир, требуя все большей власти. В ночь на 2 июня 1793 года десятки тысяч вооруженных парижан и отряды Национальной гвардии окружили конвент. Депутатов вынудили удалить всех жирандистов, многие из них были позднее арестованы, часть казнена, власть перешла к якобинскому клубу. И тогда якобинцы начали отчаянно, без оклятки на кого бы то ни было, притворять в жизни все самые радикальные революционные идеи. Отменялись все старые феодальные права. Земля распределялась между крестьянами, конфисковалась собственность у врагов революции, а законодательно закреплялось право людей на бунт. Якобинцы дошли даже до того, что решили ввести новую религию, так называемый культ верховного существа, взамен старой христианской религии. Разумеется, многим пришлись не по нраву методы якобинцев, но те и не думали считаться с чем-то мнением. Начался знаменитый якобинский террор. Всех несогласных ждала страшное изобретение французской революции – гильотина. До 10 июня 1794 года приговору к революционному трибуналу были казнены 2607 человек. Но такая ситуация не могла длиться вечно. Руди фикобинцев зрел заговор. Один из заговорщиков, Камбон, обвиненный в заговоре и контрреволюции с трибуны конвента, заявил, «Пора сказать всю правду. Один человек парализовал волю всего национального собрания. Этот человек, который только что произнес здесь речь. Это Робеспьер». В тот же день Камбон сказал, «Завтра или я, или Робеспьер. Один из двух будет мертв». На следующий день произошел знаменитый термидорианский переворот. Термидором назывался один из месяцев нового революционного календаря. Все лидеры якобинцев были арестованы. По революционной традиции все им вскоре отрубили голову. Дантон, которого ввели на казнь, сказал знаменитую фразу, «Революция пожирает собственных детей». А вот как значительно позже скажет Ленин, «Якобинец, связанный с широкими массами рабочего класса, это и есть современный революционер». Так что премьер якобинцев стал источником вдохновения и для русских революционеров.